До появления интернета люди узнавали о многих вещах из книг и фильмов. Однако не все, что мы видим на большом экране соответствует действительности. Вот несколько мифов и скинов, в которые вы, возможно, еще верите. Хлороформ не усыпит человека на несколько часов. Человеку нужно вдыхать хлороформ по крайней мере в течение 5 минут, прежде чем он потеряет сознание. После этого нужно, чтобы хлороформ постоянно поступал жертве, чтобы она оставалась под воздействием. Если не поддерживать подбородок, то это может привести к тому, что язык жертвы заблокирует дыхательные пути и она задохнется. Так что идея, будто вы приложите платочек хлороформу в чему-то рту, забросите его в багажник и подождете, пока он через несколько часов проснется, не сработает. Полиция может сразу проследить звонок абонента. В фильмах каждый раз, когда полиции приходится выслеживать звонок, им для этого нужно заставить человека говорить достаточно долго. Но это не соответствует действительности уже 70-х годов. Та же технология, которая позволяет идентификатору звонящего абонента определить звонок, также позволяет полиции узнать, откуда идет звонок. Мобильные телефоны работают немного по-другому, так как они не привязаны к определенному месту. Но даже без активированного GPS на телефоне полиция может воспользоваться вышками сотовой связи. И хотя звонок для этого может длиться всего одну секунду, весь процесс определения может занять до получаса, однако в фильмах он происходит мгновенно. Пытки не действуют на людей. Часто в фильмах видно, что лучшим способом намыть информацию являются физические пытки и выглядит это довольно эффектно. Такой метод не только является неэтичным, но, как показали многочисленные исследования, не дает результатов. Информация, добытая с помощью пыток, часто обманчива, так как в большинстве случаев люди расскажут то, что хочет слышать допрашивающие, чтобы прекратить пытку. А это еще больше замедляет расследование. Ссылаться на состояние невменяемости – не лучший выход для преступника. В фильмах и сериалах вы, возможно, видели, как серийные убийцы нанимают самых лучших адвокатов, чтобы на суде их признали невменяемыми. Если подозреваемого признают невиновным из-за невменяемости, это не означает, что он свободен. В большинстве стран он попадает в заведение для душевнобольных, где будет находиться в два раза дольше, чем если бы он попал в тюрьму. Криминалистика не раскрывает преступления волшебным образом. В фильмах можно увидеть, как следователи находят волосок, пятно крови, использованную чашку или жвачку на месте преступления, и часто этих улик достаточно, чтобы раскрыть преступление. Но существует ряд проблем, как, например, наличие множества ДНК, которые не относятся к преступникам, а просто проходящим прохожим. Да и в базах данных есть ДНК только осужденных преступников, и в большинстве случаев ДНК подозреваемых не совпадает с теми, кто уже находится в базе. Другими словами, настоящее расследование зависит больше отбегать ни полиции, чем от криминалистов. Прогулка по зыбучим пескам не так опасна на самом деле. За 20 век киноиндустрия успела вдоволь попользоваться эффектом от этого природного феномена, на разные лады показывая, как люди тонут в зыбучих песках, пропадая в этой трясине бесследно. В реальности же сам по себе зыбучий песок не представляет опасности для жизни. Человек действительно может застрять в нем, однако вряд ли провалится глубже, чем до живота. Никогда не стоит вводить лекарства прямо в сердце В криминальном чтиве и скале герой фильма выживает благодаря тому, что ему мастерски ввели лекарства прямо в сердце. Хотя внутрисердечные инъекции существуют, к ним практически не прибегают, так как существует множество способов ввести лекарства без смертельного риска. Введение лекарства в кровоток человека через вену является довольно эффективным методом его распределения, так как кровь циркулирует по всему телу меньше, чем за минуту. Введение препарата прямо в сердце оставляет в нем дыру, а это может привести к смертельному кровотечению. Пистолет с глушителем на самом деле не такой тихий. Владельцы оружия и продавцы называют такие устройства подавители шумов, и это объясняет, что на самом деле делают глушители. Они не заглушают звук пистолета, так как практически невозможно заглушить звук выстреливающего оружия. Глушитель может уменьшать различные децибелы, в основном для того, чтобы защитить слух стрелка, а не замаскировать его местонахождение. И в реальной жизни это выглядит совсем не так бесшумно, как показано в фильмах о секретных агентах. Дефибрилляторы не запускают остановившееся сердце Часто в фильмах можно увидеть драматический момент, когда что-то сердце останавливается, и медсестры или врачи хватают электроды дефибриллятора, потирают их друг от друга и с их помощью в одно мгновение возвращают пациента к жизни. На самом деле, если сердцебиение не наблюдается, электрошок применимый к груди человека не запустит сердце заново. Устройство полезно использовать только когда у человека может произойти остановка сердца и сердце бьется несогласованно, а не когда на кардиомониторе уже прямая линия. Далеко не каждый умирает от огнестрельного ранения Статистика говорит, что из 100 раненых умирают только 5 или 6 человек, то есть около 5%. Самое главное расхождение с фильмами состоит в том, что выстрел в грудь или даже голого человека вовсе его не останавливает. На самом деле, находясь под воздействием адреналина в крови, человек продолжает бороться даже после того, как в него выпустили несколько пуль. Один грабитель банка получил 60 пуль, оторвавшихся от помещения полицейских и остался в живых, а потом даже давал интервью по этому поводу. Так что все перестрелки в кино, при которых герой мгновенно убивает сотни врагов, выглядят более чем нелепыми. Как обычно, спасибо вам за лайк и подписку. Вступайте в паблик ВКонтакте и высказывайте там любые свои мнения относительно канала.